В субботу в Великий Новгород прибыл первый рейс нового туристического поезда Москва-Великий Новгород-Углич-Москва. Остановка у нас 15 часов. Расписание составлено специально для туристов. Поезд прибывает в город рано утром, а отбывает вечером. В течение дня гости могут познакомиться с новгородскими достопримечательностями. Концепция поезда ориентирована на внутренний туризм. В составе купейные и плацкартные вагоны нового типа. Верхних полок нет и в каждом размещается не более 36 человек. Интерьер также претерпел изменения. Атмосфера располагает к отдыху. Здесь есть и USB-розетки, и обычные розетки для зарядов телефонов, кондиционер, биотуалеты. То есть все, что есть в настоящем новом поезде, присутствует в этом поезде. Плюс, вот вы можете сейчас чувствовать, у нас работают специальные установки, которые позволяют обеспечивать питанием весь состав, даже несмотря на отсутствие подключения к электросети. В общем, есть все, чтобы 50-часовое путешествие было комфортным. По признанию самих туристов, это удобный и доступный способ провести выходные. Например, для Надежды билеты на семью из трех человек обошлись в 8 тысяч рублей. Хорошо погуляли. На самом деле я даже не заметила, как день прилетел. Вот мы в 10 вышли и вот сейчас прошли. Остановка в Великом Новгороде 15 часов. Пока пассажиры турпоезда осматривают город самостоятельно или с аудиогидом. Но в перспективе будут предложены и пакетные туры, включающие экскурсии по Великому Новгороду. Их разработкой уже занимаются профильные министерства. Ведь первый рейс показал, что поезд быстро завоюет популярность. В данном поезде 9 вагонов. Реализовано 248 билетов. То есть это именно Москва, Великий Новгород, Углич, Москва. То есть это говорит о высоком спросе. И я думаю, что этот проект имеет право на жизнь, будет только развиваться. Вторая остановка поезда в Угличе, где туристы также могут провести целый день. А в понедельник утром выспавшимися вернутся в столицу. Советую, очень советую. Удобный формат. И хотелось бы, чтобы РЖД это распространяло дальше. Не только на Золотое кольцо и Серебряное, а в другие города. В марте и апреле планируются еще 4 рейса по этому маршруту. Подробную информацию можно получить на официальном сайте компании РЖД.